Всем привет! Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Один из вопросов, человек меня спросил, он не слышит выше 13 кГц и мешает ли это ему сводить. Должен сказать, что человеческий слух так устроен, что по молодости я слышал практически до 20 кГц, все прекрасно, но с возрастом слух ослабевает и ослабевает в области высоких частот. На сегодняшний день я слышу примерно 13-16 кГц и выше уже нет. По прогнозам врачей, к 70 годам я буду слышать до 8 кГц. Насколько мне это мешает? Да на самом деле мне это никак не мешает, потому что по сути выше 16 кГц в основном там находится цифровая грязь и цифровые артефакты. И вообще очень много фонограмм, у которых выше 8 кГц, вообще ничего нет. И верх выше 16 кГц это абсолютно не принципиальная вещь, и даже если вы его не слышите, это никак не помешает вам сводить. Ну, надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Теперь посмотрим следующий. Был вопрос, а почему бы не определять частоту нотами, да, вот нотами точнее, типа. Но вы уже понимаете, что ноты это чистый том. А когда мы используем эквалайзер в виде Bell, да, то мы захватываем достаточно большой диапазон. Предположим, если вы делаете подъем на 8 кГц, то вы захватываете 10, 11 кГц, 6 и 8. Это достаточно большой спектр. И нельзя говорить здесь о нотах, да. Здесь можно говорить только о достаточно большом диапазоне. Поэтому ноты не подходят. Ну и вообще надо сказать, что звукорежиссер слышит 440 Гц, а музыкант слышит ноту ля. И это нормально, это правильно. А мастеринг-инженер, у него совсем другой слух. Он вообще очень все по-другому слышит. Идем дальше. Ага. Очень много меня спрашивают по сведению по розовому шуму. Должен сказать, что наши уши – это настолько точный механизм и точный инструмент, что никакой зрительный образ розового шума вам не поможет сделать правильное сведение. Уши на порядок точнее. Поэтому я буду сводить по розовому шуму глазами только в том случае, если я оглохла. Ну, на сегодня все на этом. Надеюсь, вам ответы мои были полезны. Всем пока. Хороших миксов. Субтитры создавал DimaTorzok